Здравствуйте, меня зовут Борис Курила. Я ветеринарный врач, занимаюсь вопросами диетологии для домашних животных. Сегодня мы с вами обсудим тему правила подбора корма для щенков и котят. Вы знаете, очень многие люди пытаются завести четвероногого друга, и большинство из них отдают предпочтение щенку или котенку. То есть не берут взрослую собаку, а берут маленького, маленькое удивительное существо. Немногие знают, как правильно подобрать корм, как правильно содержать животное, как кормить четвероногого друга. Вы знаете, очень много таких вопросов поступает. Ну, давайте немножко сегодня об этом поговорим. Когда вы берете домой щенка или котенка, важно точно знать, чем и как его кормить. То, что нужно домашнему животному, во многом зависит от возраста любимца, его породы и размера. Щенок или котенок до 4 недель питается исключительно материнским молоком. Ну, или специализированной смесью, которая является наиболее близкой по своим свойствам к материнскому молоку. Почему необходимо подбирать специализированный корм? Потому что корм рассчитан на растущий организм. Там большее количество белка, там большее количество жира, там большее количество содержания микро-макроэлементов, потому что организм, который растет, у него потребность иная, не такая, как у организма, который уже вырос. Подойдет как сухой корм, так и влажный. Те же консервы или паучьи. Обычно с полуторамесячного возраста допускается вводить сухие корма. Но сухие корма необходимо вводить с осторожностью, плавно подводя к использованию этой сушки. Почему? Потому что желудочно-кишечный тракт очень чувствителен у щенка и у котенка. Какую бы марку корма вы не выбрали, вам следует покупать специализированный корм для щенков и котят. И придерживаться той же марки во взрослом возрасте. Если у вашего питомца хорошая поедаемость данного корма, нет проблем с шерстью, кожей, глазами, желудочно-кишечным трактом, то этот корм идеально подходит вашему питомцу. После того, как определились с кормом, возникает вопрос, а сколько этого корма надо давать своему питомцу? У щенка это зависит от среднего веса взрослой собаки. У котенка это зависит от веса на текущий момент. Также у каждого производителя есть рекомендованные нормы кормления, которые печатаются на упаковке. Исходя из этой таблицы, вы можете увидеть и высчитать, какое количество корма необходимо животному в течение суток. На сегодня все. В следующий раз мы с вами поговорим о проблемах желудочно-кишечного тракта. С вами был Курила Борис, врач ветеринарной медицины.